Как раз доклад выполнен в духе того корпуса, который мы создаем, и в данном случае он интересен тем, что позволяет, может по-новому посмотреть, как можно подойти к анализу литературных явлений с помощью наших, допустим, первых. Значит, очень кратко, в том периоде, изучаемом нам, первое и двадцатого века, характерна для литературы фигуративность и сказанность. Фигуративность шла из символизма Андрея Белого, а сказанность из той демократичности, которая появилась благодаря вовлечению в литературный процесс самых разных социальных масс, о чем мы тоже говорили. Литература стала доступна, все стали писать, и стали писать о людях самых разных, и поэтому, как пишет Григорий Яковлевич, в рассказах о повестях зазвучала разношерстная народная речь, пусть и литературенная, пусть стилизованная, но очень непривычная для читателя, воспитанного на классической литературе. Вот, это очень бросается в глаза, и как это нужно исследовать. Исследование выполнено на рассказе, или даже почти повесть, большой рассказ Артема Веселого, писателя, расстрелянного в 1938 году, который был представителем экспрессивного орнаментального направления как раз, то есть Григорий Яковлевич хотел посмотреть именно на таком намаркированном тексте, да, как это можно исследовать. Рассказ написан в 1922-1923 году, да, и там речь идет о приключениях двух дружков-матросов, подхваченных огненной рекой русской революции, звали Ванька Громофон и Мишка Крокодилов. Свою миссию революционные дружки поняли весьма однонаправленно, поняли, что можно хватать все, что лежит, грубые беспринципные существа, да, проникшие в гущу идейного комсомольского сообщества. Да, ну это вот текст Леуряковича, да, они имели крестьянское происхождение, это наложило отпечаток на их поведение и особенности речи, и плюс они нахватались слоем еще обрывков псевдореволюционной фразеологии, а окнувшись в криминальную атмосферу и блогной фразеологии, да, и все вот это вот есть в этом тексте. Вот такая смесь породила в творческой лаборатории Артема Веселого весьма специфический сказ, образующий во взаимодействии с собственным стилем Веселого, да, вот такой особый орнаментализм. Ну, здесь видите, юмор, который здесь прослеживается, да, примеров, он умел тоже выбирать хорошо. Ну, синтаксические триады, о которых я говорил, в данном случае, например, такие, да, чокнулись, куркнули, крякнули, да. Значит, что это такое, да, синтаксические триады, некое синтаксическое единство, имеющее глагол в одной и той же грамматической форме и образующие минимальный перечислительный ряд, но, естественно, схожий с семантикой. И поскольку они в одной форме стоят, они созвучны и фонетически, как правило. Вот, ну, видите, другие прекрасные примеры, да, из той же серии, кокнули, хакнули, да, задернушились, да, удакали, удакали, суда жились яро, дружков шатало, мотало, да, в уголь уж глись, укачало, утрепало, да, то есть вот такие формальные приемы, которых довольно много. Да, есть триады с одним и тем же глаголом, да, например, море качелилось, песня качелилось, качелились блестки, крики, чая, да, или ноги пляшут, теплушки пляшут, степя пляшут. Да, есть неглагольные триады тоже прекрасные совершенно, да, в кузевотину, в одеяло, в храп, да, это абзац предложения, да, доска смертный час, тошнёхненько, да, паровоз в храпе, паровоз в мыле, пыль пылом. Да, мы, конечно, прекрасны. Ну, и нужно сказать, что они строятся, да, ну, как и устная речь тоже, наверное, да, поскольку здесь имитация устной речи, да, вот как исследователь устной речи, я это тоже вижу, да, что всё это строится из неких элементарных предложений, это я уже достраиваю, вот, которые есть, приводят Григоря Крещу, братки в лёв, да, предложения, бабы в крик, ванька поперёк, братки в скуку, пятки градов, да, и так далее. И потом, когда они объединяются вместе, да, получаются вот эти вот триады, которые дают определённый калорий. И эти абзацы предложения очень частотны, да, посмотрите, вот, сорок процентов всех предложений абзацев, да, это состоят из одного, двух и трёх слов, да, такая большая масса, и они все стилизованы, да, то есть они маркированы, неоткрашены, а там дальше идёт более-менее нейтральное. Вот, то есть надо текст, соответственно, сначала растыгить, да, вот, на вот эти части. Вот, и действительно получается, что они, вот эти краткие маленькие предложения соединяются между собой, образуют вот такие стилизованные структуры, да. Мишка засмеялся, Ванька засмеялся, да, Мишка в обиде, Ванька в обиде. И вот это тоже особо нравилось для Ванька, потому что в Ваньке сердце стукнуло, в Мишке сердце стукнуло, раз, стукнули сердца, да. И здесь ещё триада, да, то есть они как бы идут вложенными предложениями. Вот, в качестве методики анализа он решил разделить текст на фоновый, немаркированный текст, которого, конечно, очень сложно найти. Он сам стилизованный, ну, то, что можно считать относительно обычным текстом. Также идёт стилизация и коллекция вот тех самых триад, которые показывали вначале. И аспекты для сравнения — это распределение частей речи и размер словопотребления. Вот пример стилизованного текста, да, показатели, да, последний абзац. «Партизаны бежали, падали, бежали, плевались тресками, громами, бухами, кроком, ругом, залпами расстреливали, бросками бросали наливные зёрна разбойных дней». Да, вот такая флоза стилизованная. Да, ну и фоновый, немаркированный текст, который считается более-менее вот такой стандартный. «На дружках от военно-морской робы одни плёши остались, подхвёстные плёши шириной в поповские рукава». Да, вот, более-менее предложение. Вот, и дальше Григорий Анатольевич проверяет распределение частей речи, да, вот в этих трёх частях текста, и приходит к выводу, что нагнетание глаголов осуществительных, именно в стилизованных фрагментах права создаёт впечатление лавины, да, вот, в него ещё, сказать, художественное восприятие, да, всё сметающее на своём пути, которое подчёркивает и даже имитирует сам революционный процесс, который описывается в произведении. Вот, есть данные и о длине слова, здесь тоже, если мы сможем посмотреть в среднюю, да, ну, это не стоит смотреть все числа, да, но в триадах, да, средняя длина слова больше, да, вот, ну, и коэффициент вариации, напротив, больше здесь, ну, это он объясняет большим соотношением служебных слов, которые идут в обычном нейтральном тексте. Вот, и, собственно, он делает вывод, что Андрей Весёл использует эти структуры для мобилизации и отражения динамизма эпохи, да, вот её, как бы, сверхвысоких энергий, вот, ну, и здесь ещё разные комментарии, которые вы можете прочитать в докладе, да, и, конечно, вот эти вот примеры, как «Дело идёт», «Контора пишет», «Ванька, Мишка, денежки, гребут». Да, у Артёма Весёлого нет в слоге никакого революционного пафоса, рафинированная объективность и трезвый взгляд в действительность. Вот, ну, и маленький комментарий «Попробуй бы лесенок», которых тоже много, особенностью прозы этого периода является ступенчатость, да, здесь тоже нам, как горкусникам, надо думать, как это анализировать, да, потому что конец абзаца – это неисконец продолжения, да, то есть, вот, и как правильно смотреть здесь, вот, то есть есть у Весёлого Весенка, как излюбленный стилистический приём, да, и по такому же принципу, да, да, уже вот строятся стилистические вещи. Вот, остальное вы здесь посмотрите, да, и фактически, наверное, да, и это уже я уже сказала, действительно синтаксические триады типа чокнулись, уркнули, крякнули, передают накал революционных страстей, да. Да, спасибо. Да, спасибо.